Все что тебя касается, все что меня касается, все только начинается, программа «Наши все». Всем привет! В эфире программа «Наши все». Сегодня вторник, 18 октября. Обычно наши эфиры мы начинаем с наводящих вопросов. Будем честны, сегодня с темой мы не определились, поэтому без всяких подводок предлагаем начать. В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Поехали! Смотрите сегодня в программе «Наши все». Готовь сани летом, а новогодние подарки – осенью. Адрес магазина, где прикупить сказочную атрибутику можно. Подскажем. Вперед к победе! Зачем журналисты перо на пейнтбольный маркер сменили? Расскажем. Бразильские ритмы для северян, как мурманчане, дэнс-холл и афро танцевали. Наши соседи покажут. Партнер программы – сеть магазинов «Народные кухни». Только в октябре. Скидка 20% на коллекции «Кухонь» Ева и Ассоль. Партнер программы – компания «Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б. Телефон 378045. Партнер программы – магазин «Еврочехол». Торговый центр «Белая гора», 2-й этаж. Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Андрей, скажи, пожалуйста, а какое твое любимое время года? Ну, если честно, у меня нет любимого время года, но, скорее всего, это больше всего лето. Лето. Вот, ну, может быть, даже весна. А может быть, осень или зима. Ну да, вот что-то вот из этого. Одно из четырех, точно мое что-то любимое. А я вот раньше очень сильно любила лето и зиму. Лето, потому что у меня день рождения, а зиму, потому что можно кататься на горке и гулять под хлопьями снега. Сейчас же понимаешь, что есть что-то прекрасное в каждом времени года. Ну да, лето, например, можно обгореть по дороге на работу. Осенью из-за ветра волосы постоянно в разные стороны. Зимой сопли, кашель, а весной лужи. Эх ты, учись видеть прекрасное. Вот сейчас, например, самый разгар осени. И смотри, какие красивые краски на улице. Листья одновременно и желтые, и красные, и зеленые встречаются. Ну, Вик, знаешь, вот не знаю, сильно меня не приличает осень. Я уже перенасытился этими красками. Хочется, чтобы поскорее выпал снег, начались эти новогодние хлопоты. Кстати, вот сегодня 18 октября, и до Нового года остается всего ничего. Всего лишь 74 дня. И во многих странах уже сейчас начинают подготовку к этому празднику. То есть кто-то уже сейчас готовит салат оливье, покупает мандарины и ставит в холодильник с подписью «Это на Новый год». Ну, нет. Вот, например, в Корее. К концу октября на прилавках появляются новогодние подарки, новогодние атрибутики. А люди начинают потихоньку закупать гирлянды, шарики и фонарики. Знаешь, я тут недавно прочитал, что самая дорогая елочная игрушка в мире стоит 130 тысяч долларов. Ничего себе! Что в ней такого особенного? Вместо елки ее в твоем доме держит королева Великобритании, что ли? Ну, нет же. Эта игрушка изготовлена из полутора тысяч бриллиантов. Инконструирована в белое золото весом 18 карат. Какое слово тяжелое прочитал. Два кольца, которые окружают шарик, украшены красными рубинами. Для размещения всех драгоценных камней понадобилось более 130 часов. Но и это еще не все. Шарик украшен еще бриллиантами весом в 31 карат. Ну, знаешь, учитывая, что в моем доме еще при украшении елки часть игрушек ломается и разбивается, ну, не нужны мне такие игрушки, дорогие. Я считаю, что это перебор. Ну, а если учесть то, что игрушка стоит дороже, чем некоторые квартиры, то, в принципе, да, это перебор. Можно было выбрать что-то и подешевле. Например, вот этот рождественский шарик тоже считается одним из самых дорогих рождественских украшений в мире. Прозрачный стеклянный шар украшен тонкими завитками и золото весом 12 карат. Плюс к этому 120 бриллиантов общим весом 5 карат. Цена такого шарика всего лишь 20 тысяч евро и век. Поэтому, как бы, ну, в принципе, на зиму можно и купить его в этот раз еще. Зарплата может позволить. При этом авторы работы предупреждают, что это очень хрупкая вещь и лучше держать ее подальше от детей. Или детей подальше от этой вещи. Например, отдать их на новогодние праздники бабушке и дедушке в деревню. Чтобы, не дай бог, они не сломали за 20 тысяч евро что-то очень дорогое. Ну и какой это праздник, если нельзя в руках подержать новогодние игрушки. Самому их вот нельзя надеть на елку. Ну, как-то не по мне такие праздники. Ну, вот и я тоже такого же не ею. Готовь сани летом, а новогодние украшения осенью. В торгово-выставочном зале Евразия уже загорелись новогодние гирлянды и распушились сказочные ели. Классические зеленые иголки с подсветкой и даже засыпанные искусственным снегом. Однотонные и расписные шары, бусы и мишура помогут украсить и без того изящную красавицу. А миниатюрный волшебник и его внучка станут отличным дополнением новогоднего натюрморта. Хотите примерить на себя образ Снегурочки и Деда Мороза? В магазине товаров из Южной Кореи и Китая можно подобрать костюмированный комплект. А еще наполнить мешок бородатого волшебника подарками и сувенирами. Среди них и символ будущего года – решительный петух. В одном месте можно приобрести все, чтобы новогодняя ночь наполнилась сказкой. Торгово-выставочный зал «Евразия» расположен по улице Резервная, 17. Время работы с 9 утра и до 6 часов вечера, без обеда и выходных. Сегодня в Соединенных Штатах отмечают День Аляски. Именно 18 октября 1867 года наша российская территория присоединилась к Америке. Тогда в Новоархангельске, сейчас этот город называется Ситка, состоялась торжественная церемония передачи русского полуострова. Долгое время этот праздник отмечали неофициально, и только лишь в 1917 году праздник стал официальным. Андрей, а ты знаешь, что изначально американцы считали эту сделку провальной? Зачем нам полуостров покрытый льдом, рассуждали они? Американские политики даже не хотели присваивать Аляске статус штата и считали этот регион настолько бедным, что сомневались, сможет ли он оплатить расходы на содержание своей администрации? Ну, знаешь, даже не знаю, как-то... Прокомментировать. Да, прокомментировать эту политическую ситуацию. Но, знаешь, вот еще немножко не о политике, а об истории. Дорогие друзья, вы узнаете буквально через пару секунд, потому что политика политикой, а история это история. Итак, немного интересных фактов из истории. Смотри, что я знаю. В 1892-м открылась первая коммерческая протяженная телефонная линия. И как ты думаешь, где она открылась? В Караганде? Почти! Да, не знаю. Оказывается, это было все в той же Америке. Чикаго, Нью-Йорк. Вот телефонный маршрут. Вик, продолжим об Америке. И спустя 4 года в Нью-Йорк Джурнал появились первые комиксы. Когда я была маленькой, мы с подружкой по домашнему телефону частенько обсуждали новые серии любимого сериала. Так вот, наверное, и фанаты этих комиксов обсуждали по телефонной линии новые выпуски анимационных журналов. Только им это влетало в хорошую копеечку. Кстати, телевидение, наши коллеги-журналисты BBC отмечают День образования их компании. Андрей, а вот ты хотел бы работать вот в такой большой телерадиокомпании? У нас как бы и так большая телерадиокомпания, если уж на то пошло. Ну так-то да, патриот, ничего не скажешь. А ты? Ну, а я скорее да, чем нет. Мне кажется, у работников таких больших телекомпаний очень развита журналистская жилка. Там, наверное, большая конкуренция за темы сюжетов. Кто не успел, тот, как говорится, опоздал. Мы же помогаем друг другу и частенько подсказываем интересных героев. В нашей телекомпании царит дружеская атмосфера. Это точно. С нами можно встретиться на улице, можно списаться в соцсетях, а можно сидеть рядом в кинотеатре. О, кстати, сегодня еще день рождения отмечает Сергей Безруков, российский актер театра и кино. Мне кажется, для нас Безруков, как для американцев Жан-Клод Ван Дамм. Его знают все. Вот тебе какие фильмы с его участием нравятся? Я вот, знаешь, из всех фильмов Безрукова больше всего с детства запомнил сериал «Бригада», понимаешь? Вот его я смотрел. Мне кажется, «Бригаду» смотрели все. Ну, знаешь, Ван Дамм сегодня, между прочим, не только вот Безруков. Ван Дамм, кстати, точно. Жан-Клод Ван Дамм. И это не четыре человека, а один человек сегодня отмечает день рождения. Ну что же, поздравляем именинников. Очень хорошая погода сейчас. Красиво. Что еще радует? Что еще радует? Ну, вот чудо одно тут радует. Хоть и устаешь от него, но радует. Такая погода, я думаю, что должна всех радовать. От этого поднимается настроение и, наверное, в плохие мысли уходят. Ликвидация нашей организации. Это ведомственная охрана Минфина. И мы все уходим на пенсию по ликвидации. Стремимся, будем получать деньги. Просто так. Вот это меня очень радует. И вдруг радует, что у меня отпуск будет уже не 36 дней, как раньше. А вообще буду в отпуске. На следующий год мы планируем с дочкой поехать на Аллы Паруса после экзамена. Поедем в Ленинград. А потом в Вьетнам она хочет еще. Если был отпуск, я бы не поехал никак, не смог бы. А так мы пойдем спокойно в Ленинград, в Москву, в Рязань съездим. Потом приедем и сесть в Вьетнам. Братик радует, учеба радует. А братик как радует? Ну, когда ты с утра встаешь, он к тебе подбегает, будет, прыгает на тебя. У меня внучка месяц назад родилась. Очень радует. Старшей внучке 11 лет будет скоро. А как зовут внучек? Внучку одну Дианочку, одна Софья. Так что все на позитиве, все хорошо. Жизнь прекрасна. Сегодня хорошая погода, вышел погулять, жду подругу. Меня радует то, что я нормально учусь в школе. И то, что мне всегда помогает мама и вообще есть мама. Можешь маме привет передать? Хорошо. Передавай. Мам, я тебя очень сильно люблю, передаю тебе привет. Партнер рубрики «Ювелирная мастерская. Золотая корона». Ремонт ювелирных изделий. Изготовление по индивидуальному заказу любой сложности. Вот такое оно настроение у наших горожан. Андрей, а что у тебя хорошего и интересного в жизни происходит? Ой, у меня много чего проходит интересного и чего там еще. Очень много всего интересного. В общем, у меня куча всего. У нас начинается школьная лига КВН. В этом году у нас 10 команд. Мы их смотрим, редактируем. Я скоро уезжаю на сессию. Буду получать знания в городе Хабаровск. Короче, получше, чем у тебя. Фу, таким быть. А мне придется одной работать. Как так? И сейчас. И сейчас. Так же все и будет. Но на самом деле, шутки шутками, продолжим. Я вот, например, в эту субботу впервые взяла в руки пейнтбольный маркер. И не просто, чтобы поддержать, а прямо участвовала в битве. Ну и как тебе, Вика? Мне очень понравилась игра. Но об этом, да и о том, как уссурийские СМИ боролись за кубок по пейнтболу, расскажем и покажем чуть позже. А пока пришло время гороскопа. Партнер рубрики «Компания Монолит» осуществляет продажи бетона всех марок. Телефон 300-328. Итак, начинаем с Овнов. Эти ребята всегда будут с теми, кто заставляет их улыбаться. С теми, с кем тепло, комфортно и уютно. С теми, с кем хочется бесконечно обниматься и с кем можно просто побыть собой. В общем, Овнам сегодня хочется душевного тепла и заботы. Тельцы хотят живого общения, поэтому сегодня могут неожиданно устроить домашние постелки. А могут вовсе начать неделю с большого веселья где-нибудь на природе. Но почему бы и нет? Близнецам звезды рекомендуют быть более решительными. Не стоит искать отговорки и оправдания. Берите ситуацию в мощные руки и вперед к достижению своих целей. И неважно на каком фронте эти цели – любовном или карьерном. Раки 18 октября играют роль добродетеля. Сегодня многие будут нуждаться в вашей поддержке. Потому надевайте шапку Биг Босса и вперед помогать людям. Львы, поменьше гордости. Если будете задирать нос, что-то может пойти не так. Сегодня звезды советуют быть чуточку спокойнее. А вот девы будут настроены решительно. Как цунами они устремятся вперед и будут сметать на своем пути каждого, кто попробует помешать осуществить задуманное. Весы, для вас звезды подготовили много неожиданных сюрпризов. Готовьте вагон и маленькую тележку. Ну, чтобы было куда складировать приятности. У скорпионов нехватка внимания. Все-таки осенняя депрессия поглотила вас полностью. Друзья, не усови повторять. Все, что происходит с нами, зависит только от нас самих. Поэтому соберитесь и улыбнитесь этому миру. Стрельцам придется делать выбор. Например, заняться чем-то важным или махнуть на все рукой и уехать отдыхать. Весь день пройдет в формате «пан» либо «пропал». Козерогам лучше отложить мозговую деятельность и активно заняться спортом. Вечерняя пробежка и силовые нагрузки сделают ваш день. Водорей, сегодня можно совсем не напрягаться. Течение жизни само принесет вас к берегам райского острова. Конечно, для каждого водорей он будет своим. У кого-то карьерный взлет, у кого-то семейные радости, а кого-то ждет настоящий морской берег. Для рыб вторник – спокойный день. Никаких эмоциональных встрясок, разочарований и неожиданностей. Всем планам суждено сбыться. Но, конечно же, если приложить к этому хотя бы чуточку усилий. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, это наше все. Всем привет! В эфире программа «Наше все». В студии Виктория Сарада и Андрей Козинский. Сегодня вторник, 18 октября. Вик, в первой части эфира ты говорила, что в эту субботу была на пейнтболе. Ну, давай, рассказывай, как тебя занесло все-таки на это поле боя? Очень просто. На форпосте проходил кубок СМИ по пейнтболу. Вот я туда и поехала в команде Телемикса. Играла впервые. Эмоции было просто как у ребенка. Их было столько. Ну, как всегда, короче. Это вот... О, боже, шифер! О, ты сюда всему вообще выделяешься. А, две ноги, они движутся вперед. Ну, знаешь, Андрей, смех смехом. А вот меня и Алису Романенко даже наградили как лучших девочек игроков. Вот так. Потому что вас было двое. Ну, ладно, что же вы такого сделали-то? Вот, представляешь, последний бой. Остается всего 15 секунд игры. Мы вдвоем и один противник. Он прячется за баллонами. Мы набираемся смелости и наглости тоже, конечно. И вперед, вперед, вперед. И как расстреляли его прям в упор. Вот просто наш противник даже ничего не понял. Он просто поднял маркер вверх и сказал, девчонки, вы молодцы. Ну, очень интересная история. Прям экшен. Ну да, если музычку правильно подставить под эту, то вообще прям экшен. Прям приставить. Ну, да. Прямо сердце. Что-то вроде того, Дрэй, Дрэй. А вы успели это заснять? Ну, именно этот момент, к большому сожалению, нет. Зато... Я и не сомневался. И этого человека сейчас тоже почему-то нет в горнике, который принимал маркер. В принципе, никто доказать ничего не может. Но со слов моих и Алисы... Нет, все видели это. Зато мы, Андрей, наснимали кучу других интересных кадров. Смотрим. На том же месте в тот же час. Уже 8 лет работники пера собираются на пинтбольном поле клуба «Форпост». В этом году команда телекомпании в обновленном составе. Молодежь закреативила и сменила привычное название. Так мы стали гречей. Наш девиз – гречей в силу, гречей в зубах. Уже несколько лет телемикс и ретро-ФМ – партнеры в эфирном времени и противники на пинтбольном поле. Вот и сегодня победные очки журналисты выхватывали друг у друга в каждом конкурсе. Раз, раз, сердце, 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 сердце. Перетягивание каната, метание гранат и выстрелы в мишень. Телемикс упорно старался, но радийщики – пейнтболисты со стажем. На полшага они опережали команду телекомпании. Однако у нас был шанс отыграться на поле боя. Кубок СМИ по пейнтболу уже в восьмой раз, но я ни разу, честно, не играла. Поэтому сейчас настроена только на победу. Тем более у нас очень даже победное название – греча. Греча! 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 Что, вперед за победным кубком! Пять на пять и первая борьба с ретро-ФМ. Уссурийские СМИ играли по упрощенным соревновательным правилам. Попадание в любую часть тела – выход с поля боя. Финальный свисток и обстрел начался. С камерой GoPro на поле оператор Антон Войцуховский. Он лучший игрок в команде. Антон умудрился пробежать через все поле и на поражение выстрелить в противника. Битва с ретро-ФМ осталась под нашими флагами. Тот же финал оказался и с командой «Радио Европа Плюс». Только вот новички смогли подстрелить нашего снайпера Антонова Войцуховского. Эй, бро! Эй, бро! Эй, бро! Антон, тебя подстрелили! Я тебя спасу! Помогаю! Встаю! Пошли! Абсолютная победа телемикса не помогла вернуть переходящий кубок в стены телекомпании. Однако наших девчонок наградили как самых метких стрелков игры, которые на последних пяти секундах поразили противников. Идите. Эй, бро! Сидите, гранаты? Ну там потом деньги. В клубе можно баснуть. Идите, и бой выявили. Еще боялись. Сидите, выявили, бросили. Ты можно носить в клубе баснуть. Командный результат. Телемикс второе место. Золото у Сурийска третье. На четвертом месте Европа Плюс. Ну а кубок СМИ по пейнтболу снова в редакции Ретро-ФМ. Андрей, у меня вот такой к тебе вопрос. Лучший подарок для женщины? Какой? Тот, который хочет женщина. Потому что саму лучший подарок для женщины никогда не выбрать. Порой даже женщина не знает, какой подарок самый лучший. А что ты можешь сказать про цветы? Ну, цветы это безусловно, я бы назвал это подарком, я бы назвал это красивым презентом. Красивым, вкусно пахнущим и не совсем уж быстро портящимся презентом. Ну, наверное, ты прав. Любая девушка будет рада цветам. Ну, дополнить. Любая девушка будет рада цветам, если они будут правильно подобраны. Как это? Я не понимаю. Ну, например, молодым романтичным девушкам принято дарить цветы светлых постельных цветов с полураспывшимися бутонами. Яркие распустившиеся цветы дарят женщинам возрасте. В общем, так, чем старше женщина, тем насыщеннее должны быть оттенки цветов. Слушай, ну ты меня прям удивляешь. Я честно об этом и не знала. Да что там не знала, даже не догадывалась. Ну, ты и не мужчина, чтобы об этом знать, да и интернет тебя здесь плохо ловит, в отличие от меня. Поэтому я залез и посмотрел. Но все же, не перестаю повторять, что лучше уж практичный подарок. Букеты не могут быть практичными. Рано или поздно они все-таки завянут. А могут и не завянут. Например, если они сделаны из овощей и фруктов. Вот как эти. Такие презенты очень популярны на Западе. Особенно их оценят девушки, которые следят за питанием и фигурой. Как тебе? О, кстати, знаешь, я видел такой букет у кого-то в Инстергане, по-моему. Я тоже видела. Моя знакомая Светлана Двоеглазова, девушка очень творческая. И вот не так давно Света сотворила вот такое чудо. Я, конечно же, сразу предложила ей снять об этом сюжет. Но Света, девушка скромная, говорит, еще не время. Вот, попрактикую немного. Тогда и будет букет в массах. Думаю, тебе все-таки удастся ее уговорить. Ну, а что интересного происходит у наших соседей? Смотрим. Партнер рубрики «Магазин. Парное мясо». Это не дешевое мясо, это цены низкие. Ребра 220 рублей, окорок 225, улица Фрунзе 28. Всем привет! Это утро. Мы встречаем подзажигательные бразильские ритмы. В Мурманск с мастер-классом приехал танцор из Рио-де-Жанейро Александро Джаз. Дэнс-холл и афро в этих направлениях Александро – настоящий профи. Хотя учился танцем самостоятельно. Танец – это состояние души, все остальное не имеет значения, уверен бразильский гость. Рост, не важно, сколько лет, если любишь танцевать, я помогу на 100%. Не важно, может, до трех лет, до, я не знаю, сто лет, даже больше. Я вижу, что ли, если тебе хочется, ну, для сердца, это самое важное. В большом классе быстро становится жарко. Юные танцоры работают с огромным удовольствием и полной самоотдачей. На таких мастер-классах выкладываюсь на все 100%, потому что прям хочется учиться чему-то новому. И вообще мне это очень все понравилось. Выучил новые степы, как саморазвитие получил, кайф. Очень шикарное впечатление. Я три дня уже хожу, хочу станцевать, и у меня наконец-то вышло. Я довольна. Очень интересно преподавать новый стиль, который еще я не встречала. Поражена профессионализмом этого человека. Мне очень понравилось. Много чего для себя узнала. И понимаю, что нам нужно больше контактировать с другими странами. Это очень интересно. Алисандра настрой учеников почувствовал сразу. В Гурманске он уже не в первый раз и всегда с удовольствием работает с северными танцорами. Я чувствую, что они чувствуют в меня. Это информация, которая важна для них. Ну, которая важна для них. Тело, что нужно. Потому что я не просто даю хореографии. Я люблю смотреть танцор. Получается хороший результат на будущее. Такое взаимовыгодное сотрудничество, конечно же, дало результат. Все участники мастер-класса выучили зажигательный и теплый танец, который обязательно будет согревать их холодной зимой. Программа «Наше все» продолжается. В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий. Готовясь к эфиру, наткнулась на такую информацию. Представляешь, братья Люмьер, официальные основатели всего кинематографа, вообще не верили в будущее этой индустрии. Представляешь, вот такой факт. Ну, так, раньше время-то было другое. Не было Сергея Бездрукова, у которого был день рождения. Ван Дамма тоже не было, считай. Для кого было надеяться, кто будет тянуть этот кинематограф? Хабенский один бы не справился, если сказать так. Ну, они считали, что кино – это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках коротких сценок из жизни. И интерес людей к нему быстро пропадет. Ну, что я могу сказать? Они очень-очень заблуждались. Если продолжать тему кинематографа, то я, как фанат «Терминатора», знаю, что Арнольд Шварценеггер, исполняя роль робота, решил вовсе не моргать в этом фильме. Так как считал, что роботы моргать не должны. А он хотел уж очень-очень хорошо влиться и вжиться в эту роль. И, представляешь, ни разу не моргнул. Находчиво. А вот мне из старых американских фильмов очень нравится «Назад в будущее». Ты знаешь, что машина времени из этого фильма в оригинальной задумке была холодильником. Идею сценарий заменили ради безопасности детей, которые стали бы залазить в холодильники, подражая актерам фильма. Вот многие думают, что Америка – это главный конвейер, киноконвейер, я бы сказала. Однако это неправильно. Как ты думаешь, какая страна бьет рекорды по изготовлению фильмов в год? Ха! Это Индия! Откуда такие познания? Нет, я реально знаю, что это Индия. Кино-Индия я ее называю. Это Болливуд. Ты прав. Немногие жители этой страны могут позволить себе телевизор. Свободное время они проводят в кинотеатрах, где билеты стоят сущие копейки. Поэтому кинопроизводство Индии устроено таким образом, что на экраны в год выходит около 700 фильмов. И это означает, да, что два фильма в день они выпускают. Ну, примерно два фильма. Ну, да. Каждый фильм. Индия берет количеством, но не качеством. Как вспомнить спецэффекты, так дрожь бросает иногда. Ну, почему? Очень даже, в принципе, весело. Вот именно, что можно посмеяться. Не важно, комедия, это трагедия, да, или там драма. Везде есть элементы экшена, где хвостом можно разрубить здание. Ладно, хватит тебе уже юморить по поводу Индии. Лучше посмотри фильм с нормальными спецэффектами и монтажом. Сегодня в 22.00 на нашем канале. С виду взрослый мужчина, ребенок в душе. Страх остаться без работы в Голливуде заставляет актера на пенсии взяться за низкобюджетный фильм. Знаешь, вроде как ты первый актер, которого я встретил, так что... Ну, я знаю, что он очень рад, что ты будешь у него играть в менеджер магазина. Привет. Его страсть изучать людей, задавать им очень неудобные вопросы и быть не таким, как все. Это я. Другой я. На пути главного героя встречается темпераментная Скарлетт, молодая кассирша в латиноамериканском супермаркете. Они вместе ловят волну настоящих приключений с множеством неожиданных встреч и личных открытий. Десять вещей, которые... Заветил такую закономерность. Больше всего девушки экспериментируют со сменой имиджа именно осенью. То ли им ярких красок не хватает, то ли чего-то еще, может быть, я не знаю. Вот недавно шел по городу и встретил дамочку с ярко-фиолетовыми волосами. Эта девушка прям сделала, знаешь, мой день. Прям очень она была позитивна. Вика, вот как ты относишься к таким экспериментальным девушкам? К таким, своего рода, экспериментаторшам? Вот, если честно, я ими восхищаюсь. Недавно в инстаграме подписалась на Марию Вискунову. Раньше у нее были зеленые волосы, теперь ядовито-желтые. Я сама бы никогда не рискнула так покрасить крэзи-красками свои волосы. Максимум на что пошла, так это этим летом розовым тоником затонировала кончики. Ну, естественно, во время отпуска. Ну, в инстаграме, знаешь, много таких бунтарей. Но Мария действительно бунтарь. Она прямолинейна и частенько выкладывает в сеть смешные видео о нашей женской глупости. Честно признаюсь, вот во многих ее видеоматериалах я узнаю себя. Может быть, ты просто включаешь, как и у меня, слушай, на фронтальную камеру и видишь себя в телефоне? Ну, нет. Ладно, хорошо. Ну, а я, знаешь, смешные ролики смотрю в программе мобильно. И вам советую. Всем привет! С вами Константин Маринец. Это «Мобильно здесь вы» снимаете. А мы показываем. Конечно, нас в первую очередь интересует то, что касается Уссурийска и окрестностей. Итак, сегодня в выпуске «Черный снег от кочегарки», «Пауки в городе», «Автомобиль своими руками» и «Встреча с лесой». Начнем с актуалочки. В округе начался отопительный сезон. Ну и отлично, скажите вы. А вот жители улицы Муравьева могут с вами поспорить. Почему? А сейчас покажу. С первого дня работы кочегарки в районе улицы Муравьева на дворы и дома жителей повалил с неба черный снег. Ну, конечно, это пепел. Вот так. Кому отопительный сезон, а кому черная полоса в жизни. Идем дальше. Если что-то начинается, значит что-то другое заканчивается. И это я про дачный сезон. Вместе с урожаем наши дачники выкапывают у себя на огородах интересные находки. Вот. Интересная штуковина. Это называется корень, если кто знает. Это можно найти в огороде выкапать. Красивое, да? Как паук. Прям. Такой прям страшный. И если вечером к вам на участок повадятся соседские детишки, ягоду рыбать, такой сюрприз заставит их обделывать свои делишки в другом месте. Автомобиль своими руками. Слабо? Да нет, житель нашего города сделал себе такие средства передвижения по даче. Смотрим. Из старенького Жигули и мотоцикла Юпитер вышел вот такой дачно-автомобильчик. Ездить на нем мастер только пока по собственной даче, но немного апгрейда и можно в город гонять. В лесу наши земляки встретили, нет, на этот раз не медведя и даже не трех медведей, а лесу. Судя вот по голосам за кадром, лиса вышла навстречу большой компании. Люди проявили всю щедрость русской души и накормили лисичку всем, что у них было. А сыр не... Лиса же любит сыр, ворона каркнула. Где она? А ну, дайку. Ну и вот тоже ни разу не видел в живую лису в дикой природе. Интересно, куда надо поехать, чтобы его встретить? Под видео не написано было. Еще не все жители Уссурийска, судя по всему, знакомы с насухой Алисой, которая, напомню, живет в одном из зоомагазинов. Мы Алису уже показывали, но, ладно, так уж и быть, еще раз покажем. Звезда местная все-таки. На сегодня наш выпуск закончен, но наша с вами видео история продолжается. Присылайте свое видео на этот номер в WhatsApp или мне в социальные сети. Через неделю встречаемся здесь же. Зима близко, но это радует. До свидания. Слоник! Слоник! Фир подходит к концу. Осень в Приморье непредсказуема, поэтому не зацикливайтесь на погоде. Ведь главная погода та, что у вас внутри, и если там ярко, всегда и солнечно, хорошее настроение и счастье будут сопровождать вас даже в самый пасмурный день. Больше двигайтесь, активно отдыхайте и интеллектуально развивайтесь. Я вот, кстати, знаешь, сейчас вспомнила почему-то песню Ларисы Долиной «Главней всего». Странно, что... Точнее, даже Вика, я скажу хорошо, что хоть что-то вспомнила к концу эфира. В общем, дорогие друзья, в студии работали Виктория Сарада и Андрей Козицкий. На сегодня все. Наше все. Партнер программы «Сеть магазинов Народные кухни». Только в октябре скидка 20% на коллекции «Кухонь» Ева и Ассоль. Партнер программы «Компания Формула ДВ». Реализует продажу и доставку всех видов технических газов. Улица Кирова, 10Б. Телефон 378045. Партнер программы «Магазин Еврочехол». Торговый центр «Белая гора», 2-й этаж. Программа «Наше все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова